Дорогие друзья, приветствуем вас на программе «Контрасты души». С нами в студии Сергей Николаевич Пуцукевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о церкви. Что это для многих людей? Это место, куда можно прийти, помолиться, поклониться к Богу? Или это все-таки больше как клуб по интересам, где я пришел, получил какие-то ответы на какие-то свои потребности и ушел, и хожу, когда мне удобно? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо сделать определение, что такое церковь. Давайте попробуем. Потому что у многих людей сегодня есть разные представления. Одни считают, что церковь – это некое здание, свод куполов и так далее. Другие могут сказать, что церковь – это там, где есть просто комната, где я могу помолиться. Третьи могут сказать, церковь – это когда я выйду на природу и могу пообщаться со своим Творцом. Для многих людей церковь – это просто собрание единомышленников, единоверцев. Да. Библейский взгляд, значит, вот на церковь заключается в том, что когда он сотворил человека, то он поселил его в саду Едемском. И поэтому сам сад Едемский для первого человека, Адама и Евы, был церковью. Как же пророки и священные писания, а также новозаветные апостолы, как они определяли церковь? Когда-то Господь сказал, говорит, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». То есть, здесь Господь, наверное, имел в виду, что Он создаст группу людей, которые будут знать Его как Бога. И в этом случае, значит, вот ничто внешне не может на них повлиять. Поэтому в этом случае вопрос сегодня стоит достаточно хорошо. А что для меня тогда значит церковь? То есть, получается, тогда у нас, с одной стороны, это группа единомышленников, группа верующих людей. И, в принципе, практически любое место, желательно поближе к природе, великолепно. У нас появился образ таких язычников или неоязычников, как сейчас принято. Они выходят на природу, и они совершают там свои религиозные обряды, и они вместе, вот группа единомышленников. Я бы не сказал, сам Господь когда-то сказал, говорит, «Где вас двое или трое? Там и я посреди вас». Конечно, может быть, это нельзя назвать, значит, вот, как сказать, полноценной церковью. Но вместе с тем сам же Христос объяснил, что если вы собраны во имя Мое, то я там. Ну, в чем же тогда вот эта суть во имя Его? И где бы ни собирались люди, на мой взгляд, значит, да, будь это большое здание, как сказать, со сводами, если там молятся люди, значит, и просят Бога, и они имеют правильное представление о Боге, и стремятся действительно поклоняться Ему, то это будет для них благословенным преимуществом. Но нельзя сбрасывать со счетов, что если человек не имеет возможности находиться где-нибудь на крайнем севере, и до ближайшей церкви ему тысячи и тысячи километров, значит ли он, что он лишен этого доступа к Богу? Где его церковь? Где его святелище? Вот, на мой взгляд, история ветхозаветных патриархов как раз говорит о том, где была церковь для ветхозаветных людей. Знаете, вот, допустим, возьмем патриарха Авраама, когда Господь сказал, говорит, выйди из своего родства, потому что родство не будет споспешенствовать тебе в решении той проблемы, которую я хочу тебе... По крайней мере, в его случае это было так. И вот представьте себе, он приходит в одно из мест, останавливается, ставит свои палатки, но прежде чем поставить палатку, он делает... Жертвенник. Жертвенник, понимаете? Он делает жертвенник, приносит жертву, и в этом случае, в этом случае, вот то место, где он приносил жертву, и было местом Бога поклонения. Дальше. Когда он собирался переходить на другое место, он собирал все. Жертвенник он оставлял, как памятник для других, которые путешествовали. Почему? Потому что они видели, здесь приносило жертву. Здесь место поклонения Богу. Но он приходил в другое место, и что делал? Ставил другой жертвенник. И каким образом он поступал дальше? Говорит, снова молился, снова поклонялся, и снова возвращался, и собирался идти в другое место. Таким образом, куда бы он ни приходил, он ставил эти жертвенники, и это было место поклонения Богу. Это были врата неба, по сути своей. Ну, у нас получается, значит, так, что человек в том месте, где он желает поклониться Богу, и если у него есть еще какие-то единомышленники вместе с ним, тоже желают это сделать, это и будет тем местом, которое можно назвать церковью, если мы говорим о месте. Если же говорим о собрании верующих, то они будут церковью уже тогда, получается, в любом месте. Конечно. Построят они там жертвенники, или построят они храм огромный, красивый, это уже не суть важна. Это все зависит от возможностей, не суть важна, конечно. Самое главное, это наше сердце. И если мы от сердца поклоняемся, где бы мы ни поклонялись, Господь примет нашу молитву и примет наше поклонение. Вопрос не в том, в каком здании я поклоняюсь, в вопрос, с каким сердцем я это делаю. Не является ли это тогда эдаким клубом по интересам? Вот есть у меня там друзья-футболисты, вот мы собрались вместе, мы поставили себе там ворота, получилось у нас собраться на стадионе? Замечательно. Не получилось, мы бросили там два камня, вот у нас вот штанги, ворота. Мы поиграли в футбол и разошлись. Я думаю, что нельзя сегодня назвать церковью по интересам. Почему? Потому что в этом случае у меня сегодня есть интерес, а завтра его нет. Вот так вот в этом-то как раз и суть. А церковь, значит, она как раз не может быть сообществом по интересам. Почему? Потому что в этом случае получается, сегодня я верю в Бога, тогда, когда мне хорошо, когда у меня настроение есть, а завтра, когда у меня настроения нет, то я уже, как сказать, в Бога я не верю. Понимаете? Или, допустим, сегодня я поклоняюсь, а завтра уже я не иду на это поклонение. Поэтому в этом как раз и есть разница, Бога поклонение или церковь как сообщество, вернее, как клуб по интересам. Ну, хорошо. А почему я не могу продолжать верить в Бога и при этом приходить на поклонение тогда, когда мне это необходимо или мне это удобно? Например, у меня появилась какая-то проблема или духовно я как-то озабочен, мне нужен духовный подъем и поддержка. И я пришел в церковь, я побыл на служении, я послушал проповедь, я, может быть, помолился, получил какую-то поддержку от Бога. И хорошо, я могу так вот прожить, может, мне хватит этого на месяц, может быть, хватит на полгода. Ну, вы знаете, в этом случае как раз клуб по интересам и церковь, и они отличаются друг от друга. Почему? Потому что когда человек приходит в церковь, он приходит для того, чтобы общаться с Богом, который был, есть и будет. Когда мы говорим сегодня о клубе, то тогда сегодня клуб есть, а завтра его закрыли. И поэтому в этом случае, значит, я ничего как бы не потеряю от этого. Но когда я потеряю связь с Богом, то в этом случае я могу потерять и жизнь. Именно по этой причине апостол Павел, посланник евреям, говорит, друзья мои, я знаю, что у многих из вас есть определенная проблема. Вам иногда не хочется, значит, идти и... Почему? Потому что вы находите причину. Возможно, вы заняты, возможно, чем-то другим. Возможно, у вас дети заболели, и вы нашли причину, чтобы не идти в церковь. Он говорит, я советую вам не делать это. Почему? Потому что это у вас приходит уже в обыкновение. То есть вы превращаете это в обычай. А если вы это превращаете в обычай, то через некоторое время вы потеряете всякий интерес к тому. Но если вы потеряете этот интерес, это будет проблема не только для Бога, что он потеряет своего поклонника. Но эта проблема больше будет влиять на вас. Почему? Потому что вы потеряете защитника. Вы потеряете Бога, которому можно доверять и можно поклоняться. Но здесь есть и другая крайность, потому что я могу приходить хоть каждую неделю, хоть каждый день в церковь, и при этом для меня это будет просто привычка. Вот привык я каждую там субботу или каждое воскресенье вставать, приходить в церковь и проводить там какое-то время, уходить обратно. Тогда в этом случае вы уже не можете быть частью сообщества, вы тогда только прихожанин. Прихожанин это тот человек, который настраивает себя, что я пришел, отдал то, что мне требовали, допустим, если человек приходит, и церковь требует поставить там свечку, то в этом случае я пришел, это сделал. То есть я выполнил, у меня договор, как сказать, закончился с Богом, я ему не должен, и он мне ничего не обязан. Понимаете? То есть в этом случае, когда мы говорим о сообществе, когда я являюсь частью этого сообщества, то тогда я совсем по-другому поступаю. Понимаете? Представьте себе семью, которая заключила брачный контракт. Сейчас многие это делают. Сейчас очень многие делают, да. Не сложно представить себе. Вот я, допустим, как пастор, как священнослужитель, к этому отношусь достаточно скептически. Не потому, что я не заинтересован в том, чтобы кто-то мог сохранить свое имущество от раздела в случае развода, да, а потому что это сразу подразумевает, что брак этот, как сказать, не строится на правильном фундаменте. Почему? Потому что... То есть вы, приходя, уже планируете, что развод... Вы, приходя, заранее запланировали возможный развод, как сказать, план отступления, понимаете? Когда человек входит, как бы сказать, в эту воду или брачного союза, то он должен входить один раз и навсегда. Да, почему? По какой причине? Потому что, говорит, если я полюбил, то, значит, я должен это сделать, значит, навсегда. И Господь не приемлет вот такого подхода, да? Бог никогда не стоял на принципах развода. И когда Христа однажды, значит, попытались облегчить, говорит, ну, вот Моисей нам разрешил, а ты что скажешь? А, говорит, изначально так не было. Поэтому в контексте вот наших отношений с Богом, наших отношений с церковью, когда мы приходим, мы должны рассматривать этот вопрос именно таким образом, как сообщество, куда я прихожу, чтобы поделиться своими переживаниями, чтобы получить надежду, утешение и поддержку. И поэтому, но вы можете меня спросить, значит, а какую же поддержку могу получить у тех, у которых точно так же больны, как и я? Такое дело только в том, чтобы поддержка. И чем отличается клуб от сообщества? Мы действительно похожи, да? Но общаясь друг с другом, мы можем притираться друг с другом, шлифуя свой характер, который будет пригоден для того, чтобы жить на новых небесах. То есть Бог даже в этом случае использует удивительный вариант, чтобы мы в содружестве с другом, в семье, во взаимоотношениях с детьми, со своими близкими и с церковью, то есть с людьми, которые приходят в то же место, куда я прихожу, могли общаться и могли шлифовать свой характер, дабы все те шероховатости, которые я сегодня испытываю, да, они могли быть удалены, то есть были огранены. И тогда я, как уже настоящий, как сказать, христианин, мог бы действительно представить и показать о том, что, Господи, вот я сегодня действительно благодаря милости Твоей возымел возможность продвинуться вперед. Я думаю, шлифовка характера гораздо больше происходит где-нибудь на работе или в каком-то другом коллективе, отличном от церкви, потому что там далеко не все единомышленники с тобой, там чаще могут происходить какие-то конфликты. И вот там как раз и надо будет проводить какое-то в действии то, что ты чему-то научился, допустим, в церкви. Видите, там как раз контрасты. То есть если ты христианин, а другой, кто находит, твой партнер не христианин, то тогда понятно. Ну вот там и будет притирание, шлифовка и все дела. А когда я прихожу в церковь, то как? У нас все едины, все в одном ключе мыслят, в одном ключе думают. Посидели вместе. Так в этом как раз и свои сложности. То есть вроде мы все и одинаково вместе поем, вместе молимся, но вместе с тем, как сказать, у нас достаточно сложности есть. Почему? Потому что Бог нас рассматривает не как однообразных оловянных солдатиков, а как личность, у которого есть свое восприятие, свой мир, так сказать, свои желания, свои стремления. И порой они не совпадают, как сказать, с желаниями Бога. Ну правильно, я, приходя в церковь, я не могу знать всех-всех-всех в этой церкви. Особенность она большая. Я, приходя в церковь, как раз и должен в содружестве со своим братом, который мне не очень симпатизирует, да, но Господь мне говорит, если я, Господь и Учитель, полюбил этого человека, почему ты не можешь это сделать? И поэтому я прошу, Господи, дай мне любви к этому брату и к этой сестре, для того, чтобы мои христианские отношения действительно были выражены и практически, не только на словах. Ну тогда это у нас уже получается не просто клуб по интересам, а какой-то, извините, клуб мазохистов, потому что люди, которые собираются вместе, и при этом они оказываются, они вроде бы у них идея одна, но далеко не все они друг другу приятны. И тем не менее они собираются, эх, я там встречу человека, которого я ненавижу, но я обязан его любить. Я думаю, что я не смогу с вами согласиться по одной простой причине. Почему? Потому что, когда я прихожу туда, я не ожидаю, что я там встречу человека, который мне не очень симпатичен. Но попробуйте представить себе, каково же будет наше отношение, если там на небесах мы встретим тех людей, которых на земле мы никогда не ожидали, что они будут там. И заодно еще есть один, так сказать, вопрос. Каково мое будет удивление, если я там на небесах не найду тех, которые я точно считал, что они должны быть там. Понимаете? Поэтому в этом случае вот это сообщество помогает нам действительно вырасти настолько, чтобы мы могли прочувствовать вот эту нужду или зависимость друг от друга. Я не могу пройти туда без моего брата. Почему? Потому что я в этой связке. В этой связке. Это то же самое, что, как сказать, альпинист. Он не альпинист. Когда они продвигаются, чтобы достигнуть вершины, они находятся в этой связке. И никто из них не скажет, говорит, все, я оставляю вас, и я добираюсь, как сказать, на небеса один. Именно по этой причине Господь и создал церковь, чтобы мы могли двигаться, как альпинисты, поддерживая, помогая и, может быть, как сказать, укрепляя кого-то, добраться до назначенного места. Ну, тогда получается, что я в церковь должен приходить не просто как потребитель, который там, не знаю, заплатил то, что от меня там церковь требует, добровольно пожертвует, значит, пожертвование там, кто-то может сказать десятину, ну, пожалуйста, десятину, там, если... Да, то есть вы считаете некий налог. Ну, пусть даже налог, абонемент, я не знаю. Но если налог или абонемент, то это возможно только тогда, когда вы приходите за некими услугами. А получается, так и приходишь, потому что у меня есть духовные нужды, я пришел, я реализовал, может быть, какие-то нужды, свои потребности. Но Господь говорит о том, что даром получили, даром, и давайте. И поэтому тогда, когда я получил спасение даром, я не могу требовать за то, что я расскажу вам, допустим, о спасении, чтобы вы могли заплатить не иную сумму. Почему? Потому что в этом случае получается, значит, что я начинаю, как сказать, зарабатывать на Боге, а это уже абсолютно не так. Поэтому, что я делаю? Церковная организация именно этим и занимается, такое ощущение. Нет, я думаю, что это совсем не так. Церковная организация совсем по-другому. Я приношу туда средства, но это не результат того, что церковь требует. Это результат моей благодарности Богу. Почему? Потому что если я, как сказать, получил от Бога заверение, что Он является спасителем моим, и Он дает мне эту надежду, то я в ответ на эту любовь, которую Он проявил на Голготском кресте, и приношу Ему благодарность в виде моих пожертвований. Это не абонент, и это не налог. Это моя благодарность Богу. Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, у нас получается только один вывод, который мы можем из всего этого сделать. Если церковь — это не клуб по интересам, если церковь — это не место, где я пытаюсь реализовать свои какие-то нужды, то тогда это должна быть только семья. Найдите ту церковь, которая действительно будет для вас семьей, в которой вы не только будете получать что-то от этой церкви, и не только будете что-то приносить в эту церковь, но где вы будете участвовать в жизни этой церкви, по-настоящему являясь членом этой церкви, а не просто прихожанином. Да благословит вас Господь найти вот это место, где церковь будет для вас еще одним домом, еще одной семьей, в которой вы можете приходить туда с радостью, а не только когда у вас есть проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok